Приветствую вас. Я думаю, что ключевая ваша проблема заключается в том, что вы концентрируете свое внимание, мягко говоря, не совсем на тех вещах, которые важны. Мягко говоря, вы концентрируете свое внимание на вещах, которые являются частными, являются локальными, являются очень специфичными, но ни в коем случае не определяющими. Сейчас мы с вами разберем подробно то, что я хочу сказать. Дальше, значит, ну вот тут вы пишите, что задавали вопрос по поводу комплекса, размера, не совсем понятно, что вы с этим делали, занимались ли вы психотерапией. Потом в целом ко мне вернулось со временем к жизни и прочее. Я встретил девушку, мы с нами складываются доверительные отношения, видно, что она ко мне не холодная и шансы есть. Здесь проблематика, на мой взгляд, в том, что вы девушку воспринимаете именно как шансы, то есть как шансы для себя. То есть девушка для вас на данный момент выступает именно как шанс, как шанс, к сожалению, решить свои проблемы. Исходяя из этого, я могу предположить, что отдельно от этого, в отрыве от этого, девушку вы не воспринимаете никак иначе. Не воспринимаете ее как личность, не воспринимаете ее как индивидуальность и так далее. И соответственно, как при любом, в общем-то, позиционировании другого человека как шанса, как шанса, вы можете этот шанс в принципе и потерять. То есть есть возможность ошибки, есть возможность неудачи и, как мне кажется, вас это и мотивирует вести себя неестественно. И вас это мотивирует, с одной стороны, вроде бы что-то делать, с другой стороны, проблематика в том, что вы делаете это для нее, а не для себя. Для нее вы этого, ну, для себя точнее, вы этого не делаете. Того, что вот могли бы сделать, да, в другом случае. Вот, и соответственно, как это водится, делая что-то для человека, вы все дальше, все дальше и дальше отходите от самого себя и в итоге, собственно говоря, вы ее ломаетесь. Ну, по-другому, здесь, в принципе, и быть немаговым. И так, значит, самое главное, мне осталось пристрастие к алкоголю, в ход от реальности связано с небольшими проблемами. Ну, алкоголь это неоднозначная такая, достаточно сложная по своей структуре проблематика, потому что здесь есть в определенной степени потребность в любви. любви к себе. С другой стороны, это в определенной степени необходимость себя чем-то обвинить для того, чтобы получить четкие представления о том, что хорошо, а что нет, что правильно, а что нет. И это, в общем-то, трудности, достаточно серьезные трудности. Угода от реальности это не принятие ее из себя, ну а вес это защита, это защита от близости, эмоциональной близости. То есть вы боитесь эмоциональной близости физически тоже. Почему боитесь? Потому что здесь нет лишних границ и разграничения личной ответственности. Дальше. Значит, я даже сумел в какой-то момент походить ради нее, не пил больше месяцев, но все это, чтобы быть лучше, наконец решиться поздравить ее на свидание, где рассказать о своих чувствах. Ну, здесь не совсем понятно, как вкладываются ваши отношения, потому что по первому абзацу, по первому абзацу, по первой фразе, было понятно вроде как, что вы уже встречались, а тут вы пишите, что оказывается вы ее еще не встречались. Ну, я всегда держал в голове, а что дальше, а вот когда дойдет до постели, я всегда не смогу ее удовлетворить. Да и сам с ней прозреться перед другим человеком, в принципе, чувствуя себя взятая неловко. Да, это здесь вот как бы по-приньему не решили проблемы восприятия себя. И самое главное, что к человеку относитесь, как к возможности что-то себе доказать. Ну, кстати, в этот момент вот только снова забил, забил на диету. Ну, от чего забили и забили на диету? Непонятно. И вот сейчас самая мысль, когда я вновь понимаю, что нужно становиться лучше, заниматься спортом, перестать пить правильно, пытаться неотмещение на позитив. Опять же, для чего? Если вы это делаете для себя, это одно. Но, если вы делаете для другого человека, это совсем другое. Но, всем этим мотиватором, развивается образование всего огромного недостатка и минуса. Действительство неполноценности, как мужчина, как мужчина с ростом 1 и 60, будет чувствовать себя неполноценным в компании с мужиками 1 и 80+. Так я чувствую себя в этом мире. С чего вы решили, что мужчина с ростом 1 и 60 будет чувствовать себя неполноценно? С чего вы решили? Откуда вообще у вас идея сравнивать себя с кем-то другим? То есть, почему вы отрицаете возможность для человека быть особенным? Почему вы считаете, что все люди должны быть одинаковыми? Почему вы считаете, что это стандарт какой-то? Это то, о чем я говорил в контексте личностного роста. Так, значит, тогда чувствую себя в этом мире неполноценным, недостойным, неспособным, но существует отношение для своей неполноценности. А вы считаете, что существует отношение как-то для этой полноценности? Что такое вообще неполноценность? Что вы понимаете под неполноценность? Я бы вам здесь рекомендовал бы почитать книгу Алана Маршелла. Я умею прыгать через лужи. Рекомендую. И потом я не вижу смысла эссортина быть. Ведь, значит, так и останется маленьким. И даже банально мытье по сути разбора. Заводействую, что мытье полуфорует ощущение, ведь мыть не отвечает морально и позже физически и помогли. Помогли, ну, не знаю. В психотерапии у вас достаточно много вальных моментов, но вам не в кучу. Сначала надо бы разграничить их, понять, что из чего, восстановить причинно-следственные связи и дальше потихонечку разбирать одно с другим. Вот. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Настраивайтесь, пожалуйста, на все-таки психотерапию с выбранным вам специалистом. Потому что вот так вот в таком формате помочь вам невозможно. И это совершенно очевидно, что ответ на данный текст не решит ваши проблемы. Вот. Я ещё раз пожелаю вам всего самого доброго. Удачи. Почитайте книжку. Надеюсь, что ситуация ваша разрешится. Настраивайтесь. Удачи! Удачи! Удачи!